МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Здравствуйте. Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера на предварительном голосовании все ждали, что Андрей поцелует Любу. А он отдал предпочтение Насте. Зато Миша, который ухаживал вначале за Настей, а потом за Любой, неожиданно отказался от борьбы и не выбрал никого. У жителей нашего городка осталось всего несколько часов, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах. Ведь сегодня вечером они будут решать, кто из девушек покинет наш телепроект. Сегодня 227-й день нашей телестройки. Похоже, чувства Ольги Бузовой и Романа Тридякова преодолели все препятствия, и их любовь с каждым днем становится сильнее. А в отношениях Натальи Павловой и Александра Нелидова, напротив, не все так гладко. Несмотря на отсутствие ссор и скандалов, они часто не понимают друг друга. Но ближайшие несколько дней спокойствию Наташи ничто не угрожает, ведь главный противник Саши, Майя Брикосов, уехал в Воронеж. Мария Воробьева не теряет надежды завоевать сердце Стаса Каримова. Но несмотря на Машины старания, Стас пока не отвечает ей взаимностью. Так, кто там много болтает? Кто там? Да, мы вас шпилили и стоим быстренько. Так, быстро завтра, чтобы готов был суд внизу. Понятно? Мечтайте, мечтайте! Быстро! Сначала обращаться научитесь. Так, я не понял, что за бунт на корабле? Девочки, они разговаривают? Сегодня женское голосование, нам можно дать это спать, нам пофигу. Это вы вот беспокоитесь, стыкачили все. А что нам беспокоиться-то? А на следующем мужское. Вот и спите на следующем. А мы сегодня будем дрыхнуть. Я тебе объясняю, я тебе объяснила, я не против твоих с ней, с ней бегать дней. Я не против. Конечно, мне будет приятно, если ты будешь бегать со мной. Но ты не бегаешь, ты не такой человек. Я не такой? Я не бегаю с тобой? Конечно. Я с тобой не дерусь. Ну, тебе нельзя штаны или стекнуть. А дожку можно. Потому что я твоя девушка. Вот я и говорю. Вот и все. Я с этим штаны стекла в таком случае. Я не против твоих игр, я тебе еще раз повторю. Я не против твоих игр с дожку. Играй, пожалуйста. Но не за счет меня. Вот честно, за счет меня. И потом, честно скажу, я нормально отношусь к играм побегать, подраться. Но к играм расстегивания штанов с дожку или с кем-нибудь другим. Мне это не нравится. И ты не найдешь девушку, которая бы тебе нравилась. Добрый день! Сегодня у нас Роман и Солнце уехали к врачу, так что их не будет. А готовить у нас остается Миша и Алена Водонаева. Но убираться сегодня будут две Маши. Это Маша Петровская и Маша Воробьева. Остались все за мной на тройку! Кто за мной ездит сегодня в Салехард? Так что вы делали рекламу моему городу! Я люблю вас, Салехард! Он от нас к вам приедет! Ольга Бусина посетит вас скоро! Вы будете счастливы! Знаешь, что такое счастье? Против кого ты будешь сегодня голосовать? У меня, честно, особо-то выбора нет. Я начну с Маши Воробьевой. А что значит нет выбора? Я не буду голосовать против Любы, я не буду голосовать против Машки Петровской и не буду голосовать против Насти. Но видишь, у тебя все твои женщины скоро, понимаешь, они будут занимать весь проект. Тебе просто не останется уже против кого голосовать, да? Ой, Ксюш, Ксюш, ну... У Доники везде бывшие Мишины девушки. Можно подумать, я такой тут единственный в этом смысле. Все этим занимались. Поверь мне, Ксюш, поверь мне, вот такую вещь. Когда я здесь буду на этом проекте 4 месяца с одним человеком, которого я люблю и который меня любит, я тоже это буду осуждать. Понимаешь? Ну, хорошо. Пока, видишь, твои многочисленные женщины загнали тебя в тупик. У тебя просто не против кого голосовать. Почему? Машу Воробьеву... Ну, Машу Воробьеву. А вдруг у Маши будет им влюблитет? Остаются, да? Люба против Любы я не проголосую, потому что я хотел бы с ней построить отношения. Против Маши Петровской я ни за что не проголосую, потому что, несмотря на то, что произошло между нами, мы остались прекрасными друзьями. И отличные отношения. Против девчонок из ПАР, там, допустим, Наташа, Алена, да, солнце, я никогда не проголосую. Ну, в такой ситуации остается Настя. Супер вообще! Быстрее! Скорее! Мы помчимся на аллеях, утром ранним, и отчаянно вармемся прямо в снежную страну. Ты узнаешь, что ты напрасно называешь Север-прасный, и украй-дем. Девчонки, не надо нас обижать. Маленькие девочки, не надо нас обижать. Пропустите нас, пожалуйста. Сделай сегодня завтрак. Сделала? Здесь граница. Завтрак. Да. Стас, сделай тебе завтрак. Нет. Стас. Вы должны сказать волшебное слово. Пожалуйста. Все вместе. Встаньте к лапочкам! Я думаю, что будет у меня это или у Воробьева, или у Люды. Я что-то, ну, сейчас разговор, что-то не сдал, издает, что дадут мне матет Робьевой. И уйдет Люба? Да. На какой смысл уходить в Любе? Она сделала свое дело. Какое? Какое? А вот эту интрижку между Настей и Андреем. Ну, какое-то это такое мелкое дело. Она свое дело еще не сделала. Извини, кому-то крупные интриги, кому-то мелкие. Ну, так вот, тихо, девчонки. Давайте, вот так вот. Давай. Три, четыре. Стасик, жопочка! Все, поймали, сети! Все, поймали, сети! К сожалению, мы лечились в детстве. А главное, сети, надо сказать, троем, да. Машуля, сегодня будет голосование. Против кого ты будешь голосовать? Против Насти. Почему? У меня с ней конфликты какие-то постоянно. Он меня постоянно пытается поддеть, что-то задеть. И пытается еще поставить так ситуацию, будто я ее обидела чем-то. Мне это не нравится. А как ты вот твое внутреннее предчувствие? Кто все-таки сегодня уйдет? Или я, или Маша. Маша Воробьева. Ну, а почему тогда ты голосуешь против Насти? Ведь, исходя из этой позиции, выгоднее проголосовать против Маши, если ты считаешь, что решающая голос будет либо ты, либо она. Ну, есть люди, с которыми общаюсь и так, с которыми отношения такие, что ты против них не можешь проголосовать. Я с Машей очень хорошо общаюсь, подружески. Может, тебе нравится. Да, хотя у нее тоже есть подружка Настя. И это мне очень даже напрягает, потому что я не могу ей доверить, ну, что-то такое, потому что Настя такой человек, что он может выпытать все. Вот, и вообще, она все как-то, я поняла ее тактику. Она со мной тоже делала. Она сначала уходит в доверие, все там, подруга на всю жизнь, а потом этим самым выясняет слабые места. Начинает этим пользоваться. И начинает этим пользоваться. И все. И поэтому я даже, может, она пыталась так с тобой делать тоже. Я, верно, что так и сделала. Итак, внимание, внимание, смертельный номер. Анастасия на шпальню от подачки. Если все, то прекратит прыгать. Я боюсь. Я отписала штаны. Все, я снимаю тебе. Что только ты сделаешь, лишь бы тебя не отправились на лихар. Мы сейчас играем в игру. Подпишем свой зад в ваших всех. У меня новость. Слава, поскольку у нас сегодня голосование, то я в растерянности. У нас столько много одиночек, и все такие хорошие. Блондиночки, брюнеточки. Все такие прекрасные, добрые, умные. Я в растерянности, я не знаю, против кого мне голосовать. Как мод. Чтобы никто не обижался, я оставлю условия. Если я пройду, то я с чистой стовеской буду голосовать против Люба. Хорошо. А если не пройду, то против кого-нибудь другого. То против Бородиной. Внимание, внимание. У Люба. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Все такие деловые, меня что-то обвиняют в том, что сами таким же успехом делали когда-то. Ну и еще. Бузова, Бузова на меня такого. Вот ты там. Устроил треугольник. Мне говорит Бузова. А сама. А сама. Ну что это за обвинение? Ну я не стану что-то говорить. 18 лет человек. Не, ну я понимаю, если б я тебе так сказала. Потому что ты знаешь, как я на это смотрю, да? Что я вся такая вот, за верность. И я бы тебе так сказала, но и то помягче. А что тебе она так говорит? Только сама устроила? Так сказал. Такое ощущение, что прям. Настя, такая вся миленькая, такая прям хорошенькая. А я такой, знаешь, негодяй-владей. Такой. Взял ее, совратил. Лесил девственности и бросил. Давай, ну девчонки, мы сзади будем драться. Вон не бойся. Давай, давай, давай. Я буду только на мою основу. Так. У меня кто? Давай, дошко. Давай, давай, давай. А я в руку. Тихо. Аббратно. Что бы нахуй? Ну да. Расслабься. 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 Что мне надо? И надо надо дошко поднять. Да, давайте. То есть делаем? Крепко. О, блин. А ну и что? Так мне жопу переезд. Ой, она же мне ему не тех не нас. Давай. Ну что, поехали? Давай. И раз, смотри. Только лицо не трогай, Настя. Тихо. Ну, ты вообще-то потихо. Давай, вали ее. Два, 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 два. Два, раз, два. Стой, давай. Вали ее, вали, вали. Вали, вали. Вали. А народ сейчас так переживает, думает. Что же нам сейчас готовит такого вкусного? Настя, получите яйца в смятку и кетчуп. Да, да, да. С сыром и луком. Кушайте. Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. Сегодня тут радостный день, когда нам приходят, что? СМС-ки. Мы реально очень-очень сильно любим и обожаем. Спасибо, дорогие телезрители. Ну что, начнем сразу читать. Стас Каримова, держи, Стасик. Мелидова, Сашки. О, Сашка, тебе как много. И сразу Дашко Анастасиевна. О, как много. Менщикову Степану. О, Степка. Много-много-много. Держи, радуйся. О, ничего себе. Смотрите, Гузовой. О, вот Ромке тоже. Ой, как много. И Наташа. Наташке. Так, Наташко, давай твои. Ой, ну тут мне еще только не пишут. Например, Настя, не доверяй Мише, почему он не стал добиваться тебя? Машу обманывают, но честные и решительные поступки не способен. Тебе нужен сильный, жесткий, умный мужчина. Кого он имел в виду, как ты думаешь? Да где ж такого взять? На нашем проекте таких людей. Ну, наверное, может быть появился. Посмотрим. Вот тут, например, мне пишут, что я ведьма. Вот, сейчас попрочитаю. Настя, не будь ведьмой по отношению к Маше. Это подло. Я вот буквально недавно это поняла, на меня Настя действует как энергетический вампир. Я просто говорю, ну, у меня одна бабушка подходит и говорит, ну, передала себе, да, что Машенька, я тебе молитвочку говорю. Вот, надо, ты ее читай каждое утро. И все, я тебе говорю, просто молитва. И, а, и Роме, и Оле ее дай. И я все выучила ее. И я пошла, я как только начала по утрам ее читать, вот, мне так легко стало вообще. Я вот вчера это начала, и мне так хорошо было вообще. Вы думали, что у нее недобрый глаз как-то? Ну, я не знаю почему. Ну, я не знала даже кто. Это я просто поняла, что мне хорошо, а она говорит, ой, что-то я подвечер, что-то мне сил не хватает. И мне, я честно говоря, я была в шоке. Думаю, неужели Настя? То есть Настя у вас ведьма еще какая-то? Нет, ведьма не ведьма, но просто, знаешь, люди некоторые дают, а некоторые берут. Но если тебе от этого легче, от этой молитвы, то читай, это же хуже от этого не будет, правильно? А ей ничего не будет хуже. Ну, это же почему не будет, а то, что ты себе читаешь. Нет, чтобы ей не навредить. Да нет, ну как это, там же про нее ничего нет. Нет, нет, нет. А она что-то говорит. Настя, ты базарная баба, завистливая и крикливая. Ты очень умная и правильно поступаешь, Оля. Оля, при чем тут Оля? Ты ругаешься с ней постоянно? Хорошо, Оль, давай твои смс-ки. Ну как это ничего интересного, Оля? Ну, я не хочу читать, мне ничего не интересно, мне ничего не нравится. Оля, а что случилось? Почему? Плохие смс-ки, хорошие сообщения. Нет, просто не мягкие смс-ки, я вижу некрасивые. Ладно, ну тогда Ромина почитай. Ну, у Ромки тоже все хорошо. У тебя не хорош, то есть нет никакого негативного смс-сообщения? Я не утренник слушать, это сейчас сообщение. Хорошо, ладненько, давай. Алена, вы с Настей друг друга стоите. Скоро ядом своим захлебнетесь. Марина Подбельская из города Нады. Ибо Мариночка, мы этого и добиваемся. Я очень красивую смс-ку послала урманских Наталья. Стас и Оскар, вы слишком высокого мнения о себе. И очень некрасиво отзываете о новых участников. А если честно, вы зажрались. Хорошо. Олечка, давай что-нибудь из Ромина. Я почитаю это сообщение своим друзьям. Я не хочу, чтобы некоторые, слышавшие, что я читала, радовались души. Соня Бузова сказала, против кого она запуском проголосовала. Против кого проголосовала она? Против кого? Против тебя, против Любы, против меня и против Майя. Запросто проголосовала бы? То есть, несмотря на то, что отношения с Майей не налаживаются, как она сказала, но вы все равно будете проголосовать. Оказывается, Май... Что оказывается? Она где-то серию посмотрела, как Май настраивает всех против Бузовой и Ромы. Я смотрела все, как Бузова застраивает всех против меня. Рома, Бузова скоро сделает из тебя лось. Рома, открой глаза. Бузова тебе не пара. Она влубь на свою появленную пустышку. Отдай ее Стасу. Ее перекрестись, облегчиню. Она во всех интервью жалуется над себя и выгораживает Стаса. Что за бред? Она ищет себе оправдание, чтобы с тобой расстаться. Гони ее в шею, Рома, снись. Рома, тебе не нужна Оля. Она тебя обманывает. Рома, хватит думать, что Оля любит тебя. Она кидает свою шею в стасону при первой же возможности. Ведется на цветы, а плакат, который ты положила на кровать после души, она просто молча скинула. Привет вообще. Я это не скинула. Я просто его убрала. Рома, не все равно тебе извините. Послушай свою маму. А он звонил маме. Мама сказала, кидает ее в Бузову. Она вообще тупая. Его мама вообще меня ненавидит. Мама сказала, что во всем, что с тобой сейчас происходит, то, что ребята голосовали против тебя, виновата Оля. Дальше. Ромочка, Бузова тебя... Что значит маму тебя ненавидит? Вообще первый раз такой слышишь. И что, и ты слышала их разговор, что ли? Ну, я знаю, о чем они разговаривали. Ну, знаю. Ты злой Ольга, не для тебя. Вот единственный. Ну что, вот. Рома, последние деньги трачи на сообщение. Не опускайся, брось ее. Привет, красавчик. Бросай Олю, она тебе недостойна. Прислушайся к совету мамы. Нормально? Бросай Олю, она тебе недостойна. Прислушайся к совету мамы. Твоя девушка ждет тебя за периметом. А Ромка, знаешь, что ты знаешь про то, что у мамы у Ромины плохое отношение к тебе? Просто сейчас вот почитай при нем к совету мамы и спроси у него, Ром, что значит к совету мамы? Оль, ну он же не слушает родителей, так же, как, ты понимаешь, если бы он слушал, он бы не был с тобой. Понимаешь, у тебя главное, что он тебя любит. А родители, ну, может, действительно, когда увидишь, что все станет хорошо. Я тебя понимаю, что неприятно. Просто я как открыла сообщение, я вообще была в шоке. Мне одного нормального. Я не хочу ему давать свои сообщения. Хочешь отдавать ему сообщение? Да что я такого натворил? Я тебе приехал, сказал, что женщине нельзя так обращаться. А твои эти, вот сейчас мы смотрим лобное место, пришли девочки, ты им, ах, ах, а девочки, я вам тогда еще не вопрос дотвижаюсь. Какое у вас образование? А что, нельзя серьезно спросить, почему надо дрожать? Хочется. Хочется, перехочется, понимаешь? Ну, не знаю, мне хочется. Ну, вот сейчас я его, поэтому такая реакция. Ну, ладно. Всем привет, Наташа, скажи, чтобы не плакать в юбку солнца. Хорошо. Или вы ее домой отправили? Ну, понятно. Ладно, давай. Ну, бацан. Вот, каждый раз, когда ты увидишь, просто там радуйся ему. Я ему каждый раз очень радуюсь, понимаешь, какая фишка. Я пока не поняла еще, как с ним нужен, то есть он явно необычный мужик. Необычный? Ну, с совершенно необычными реакциями. И с обычным мужиком, я, например, знаю, себя всегда так, чтобы всегда держать его под контролем, под своим. Этого я не знаю, как это сделать, потому что то ли нужно с ним все время быть в штыках, это непонятно. Вот если меня за три месяца почти, что я не поняла еще, то ли с ним, ну, наоборот, у него там, ну, тягкая тоже может быть, которая не обижается, которая его во всем слушать, и не мог быть, и никакая. Ты должна понять, что ты ничем не хуже него. Даже вот еще раз, потому что ты женщина. И как тебе сердце вину, так и делай. Хочешь, обнимай. Не хочешь, не обнимай. Но радуйся, радуйся ему. Мне начались, мне было еще наше, потому что я не боялась его потерять. У меня была боязнь его потерять. А сейчас я боюсь его потерять. Потому что я... Ну, прям... Тюрелась. Да. Так. Ты записочку утреннюю получила? Получила. Получила? Сила. Могмоним. И смс-очки, да? Да. Идем читать? Я хочу... Не хочу читать твои смс-ки вслух. Почему? Ну, я там... Просто прочитала, мне было очень неприятно, поэтому я не хочу, чтобы ты... Я тебе дам свои смс-ки, я не хочу с тобой их читать. Почему? Ну, мне неприятно просто было все читать, что там написано. Чего такое? Ну, я тебе дам, прочитаешь. Ну, давай вместе читать. Ну, я ничего не хочу. Почему? Это мне неприятно, почитаю. С родителями говорю. С родителями говорю. С родителями говорю. Что говорят? Ну, что Наташек называла сумасшедшим и неадекватным? Сумасшедшим и неадекватным называемым. И плачется солнце. И не плачется солнце. Миф о Нелидове разрушился. О интеллигентном Нелидове. Тут нет ничего плохого. У меня одно негативное сообщение. Для тебя нет ничего плохого. А что для тебя плохого? Мне все не понравились. Для исключения, там, пить сливочное шею. Почему не понравились? Потому что у нас может быть разные вкусы. У нас общение. Тебе может твои понравились. Мне не понравились. Мои не понравились? Мои. А чем тебе это не понравились? Мои советы? Это же советы. Я сама советую. Добрый вечер, дорогие радиослышатели. Руки вместе, ноги рвать. Приступаем к утренней гимнастике. Начнем с поклонов. Вниз. С поклонов. И раз, вперед. Стараемся затянутся руками до пола. Два. Выпрямились. Теперь вниз. Раз. И встаем. Два. Тревок. В левый. Раз. Руки тянем далеко. Исходная позиция. Ищем глубоко и свободно. Два. Тебе можно подборку дать. Я тоже так думаю. Если понимаешь, если... Тут уже ничего не изменит. Ты же понимаешь, что тут реально таких на первые две организации. Люба и ты. У многих ребят. И реально такая ситуация, что тут влиять на это может только иммунитет. Да, я про это и говорю. Ты понимаешь? Я сразу же даду, потому что не даду. Девка домой сложилась. На самом счете все. Ну, если к этому лесу, то же кровь что-то. Вася. И раз. Два. И раз. Два. И раз. И два. Ну, а на этом наша зарядка закончена. До завтра. А ты обычно волнуйся или не волнуйся? Я всегда волнуйся. Ну, знаешь, я хочу подаваться. Чтобы бумажка уходила. Очень не хочу, чтобы бумажка уходила. Вы что ли? Не знаю, я надеюсь. Очень не хочу. Очень не хочу. Я даже не знаю, кто мне стал ближе за это время. Аленка или она? Дорогие друзья, чтобы у вас был крепкий иммунитет, как у наших некоторых героев, кушайте чеснок. Девчата, а может вы хотите иммунитет крепкий? Я хочу. Тебе не надо. У тебя есть иммунитет. Самый наибольшайший. Люди не нуждающиеся в чесноке. Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Ну, хорошо, что чеснок у тебя для поднятия иммунитета, а не от вампиров. Александр, вот это очень радует. Ну, что ж, сегодня, я надеюсь, ваш нелюбимый день – день голосования. И сегодня одна из девушек нас покинет. Чтобы не оттягивать этот неприятный момент, я предлагаю прямо сейчас начать голосование. Я прошу вынести бюллетени. Ну, что ж, пока вы носят бюллетени, я напоминаю процедуру голосования. Сегодня нас должна покинуть девушка, поэтому в течение трех секунд по нашей с Ксенией команде вы зачеркиваете фотографию той девушки, которая должна покинуть наш телепроект. На этой неделе у нас ни у кого нет иммунитетов, потому что не было вселившихся пар. Бюллетени розданы. И мы начинаем голосование. У вас есть ровно три секунды. Выбор сделан. И начиная с солнца, мы будем голосовать. Да-да, я не ошиблась. Солнце тоже будет принимать участие в голосовании. Пусть и не вживую, но по телефонной линии. Солнышко, привет! Ты слышишь меня? Привет, ребятам, да. Привет, солнце! Привет! Солнце, как ты себя чувствуешь? Ну, нормально. Я хочу тебя спросить, против кого твой голос? Маша, извини. И Мария Уравнилова. Спасибо, солнце. Следующий человек, который будет сейчас голосовать, это Май Абрикосов. Он позвонит нам из далекого города Воронежа. Май. Алло, да. Привет, Май. Как мама? Мама, все нормально, поправляется. Ну, маме передавай привет, Андрей. А от тебя нам нужно твое решение. Кто, по твоему мнению, должен нас покинуть сегодня, Май? Здравствуйте. Я вначале хочу сказать, что я очень удивляюсь, что ты доверяешься. Нет, мне очень соскучатся по ней. А голосуем, приходите голосовать против Любы. Против Любы? Да. Хорошо, спасибо. Степа, против кого проголосовал ты? Мария Воробьева. Алена. Тоже Машенька Воробьева. Став. Люба. Люба. Маша Воробьева. Настя. Мария Петровская. Андрей. Воробьева Маша. Наташа. Люба. Саша. Маша Воробьева. Маша. Она соседушка? Взаимная, да, такая любовь. Рома. Мария Воробьева. Люба. Оля. Люба. Маша. Люба. И Миша. Машенька Воробьева. Таким образом, большинство голосов против Марии Воробьевой. Маш, к сожалению, я не дала тебе свой иммунитет. А ты, Ксюша? Маш. Прости. Тоже нет. Давай, зрители, сейчас посмотрим, может быть, зрители распределились под руку. Саша, держи. На этой неделе зрители решили дать иммунитет. Петровская Мария, 893 голоса. Поздравляю. На втором месте у нас Николаева Ольга, 851. И на третьем Бузова Ольга, 802. 853 у Мани, получается, два очка разница между... Да. Да. Степ, тебе не дали иммунитет. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Маша, это значит, что ты покидаешь наш проект. Маша, давай в будку гласности, мы пока поговорим с ребятами. Ну, а пока Маша уходит откровенничать в будку гласности, я хочу, чтобы те ребята, которые голосовали против других девушек, высказались. Я голосовал против Любы по одной простой причине. За то время, которое провела здесь Маша, хотя первую неделю я ее не знал и мало отходил, только на вторую неделю она полностью раскрылась. Я стал как-то доверять этому человеку, мне нравилось с ней общаться. Потом эта девушка ухаживала за тобой? Да, почему она ухаживала? Мне очень понравилась она. А тебе она нравилась как девушка? Ну, я бы не пытался строить с ней отношения, я это говорил. Ты бы что? Не пытался с ней строить отношения. То есть у вас бы ничего не получилось? Я видел внимание, как она уделяла Осику. У меня не было таких даже мыслей. Я проголосовала против Марии Петровской. Мы с ней уже договорились в течение дня, чтобы голосовать против друг друга. Значит, у вас какая-то взаимная любовь. Она против тебя, ты против нее. Да, на самом деле, просто у нас, да, есть некоторые недопонимания. Я надеюсь, что они прекратятся. Но пока вот такая атмосфера недопонимания друг друга. Против Маши Воробьевой я не могла голосовать, потому что она очень близкий для меня человек, и мне очень трудно вообще, что она уходит. Итак, вот я и покидаю проект «Дом-2». На этом проекте я нашла своих друзей. Это Анастасия Дашко, Маша Петровская и Стас. Нашла та же и недруга, люди, которые меня завидовали, в чем-то меня недолюбливали. Ну, в принципе, я не расстраиваюсь. Я знаю, что меня ждут дома мои родители, моя семья. Но с этими людьми мне очень тяжело расставаться, потому что за это время, за этот месяц они стали очень близки. Я поняла, что с этими людьми я могу расслабиться, рассказать им все, что я думаю. Я им очень-очень доверяла. Ну, в принципе, и все. Я голосовала против Любы, потому что это... На самом деле на нашем телепроекте очень немного людей, которые у меня вызывают не очень положительные отзывы, не очень положительные эмоции. Люба – человек, к которому у меня негативные отношения, и поэтому я голосовала против Любы. Люба, я забыла тебя спросить. Ты весь день сегодня кричала о том, что я буду голосовать против Ольги Бузовой. Почему что я этого не сделала? Несмотря на то, что у нас был небольшой конкурс, и мы сделали такой вот договор, что мы голосуем против друг друга, я просто решила, что я не буду на первом голосовании голосовать против Оли. Почему? Я ее пожалела. Она очень выше эта. Я ее пожалела. У нас не было, на самом деле, никакого договора, и мы ни о чем с Любой не договаривались. Она сделала... Мы играли с тобой. Со стороны эта ситуация выглядит так, что в этой игре Люба выиграла, потому что она оказалась выше того, чтобы голосовать против тебя. Ксюш, я просто не считаю это, что тут какой-то... Люба сейчас выиграла, Люба победила. Тут нет никакой борьбы, по крайней мере, со стороны меня. Я не буду с ней ни в чем соперничать. Мне это просто не нужно, и не собираюсь никому, в особом числе и тебе, либо что-либо доказывать. Если ты не голосовала против меня, только исключительно из-за того, что тебе меня жалко, так вот на будущее я не нуждаюсь в твоей жалости. Голосование – это именно то место, в котором ты можешь высказывать свои симпатии и голосовать так, как ты хочешь, а не так, как нужно. Спасибо, Ольга. Спасибо, Ольга. И я предлагаю позвать сюда Марию Воробьеву. Все-таки сегодня именно она нас должна покинуть. Маш, проходи, пожалуйста. Сейчас, когда ты вернулась, наверное, будет правильно, если ребята в лицо скажут, почему они проголосовали именно против тебя. Я не люблю двухличных людей. А в чем ее двуличность? Только не двухличность, а двуличность. Потому что до определенного момента она была лучше подруги Маши, а потом стала лучше подруги Насте. На прошлой неделе Маша выразила свою очень искреннюю, яркую симпатию к Оскару. Оскар, к огромному сожалению, ушел. И сейчас у тебя прекрасная возможность его догнать в бельбеи. Хорошо. Против тебя, Маша. Но я думаю, что тебе есть, что сказать ребятам, с которыми ты прожила три недели. Ну, на этом проекте я нашла своих друзей. Настоящих, которым я могла доверять, которым я могла все говорить. Я знала, что за моей спиной не будет никаких разговоров. Это Настя Дашко, Мария Петровская и Стас. Настя. Мне больше всего сложно отсюда уходить, потому что здесь остаются эти люди, которые мне на самом деле стали дороги. Но я не думаю, что на этом все закончено. Я думаю, что мы обязательно встретимся, увидимся. А об остальном я ни капельки не жалею, ни о чем. Маша, нам очень жаль. Спасибо. Сейчас мы пойдем тебя провожать. И увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Пойдем, Маша. Иван, кто пустит. Я не хочу раздражать. И что поделаешь? Пойдите, девчонки не ссорьте. Дружите, хватит. Помиритесь, не надо ссориться. Олька. Я, Машка, буду контролировать, чтобы они не ругались Я теперь заменяю тебя Желаю счастья Новый год, чтобы был Новый год у нас Да, да, и Оскар будет И Оскар будет Ей уже в таз Она уже Самое главное, что ни один человек сейчас не может тебе вообще плохого ничего сказать Ты, милочка, ты молодец Маня Мы все будем скучать Мы счастливы, ладно? Мы счастливы! Машка, удачи тебе! Удачи! Пока! Мы любим тебя! Я хочу, чтобы она уходила, я хочу Ты единственная человек, которую могут доверять на сто процентов Я не знаю Когда ты начала общаться с Машкой, ты изменилась сама, Мася Вот реально, я тебе серьезно Я говорю, ты изменилась Я просто не знаю как себя вести в ситуацию Не надо быть такой стервозиной, как ты приехала и начала косеть под Алену У Алены это свой шарм, у нас стервозная девочка Я просто не знаю как Зачем ты это так должна начать в этой игре? У Алены не близкий человек И теперь у меня наладились отношения с Олей Как теперь себя вести, я просто вообще не знаю Все уже с ним блондинками Оля Ну это чего ты? Ты постоянно уже Оля Ну вот это нельзя так делать Что, завтра в черный цвет покраситься? В рыжий Или всегда? Смотри, не относитесь к этому? Да за парень, почему блондинки, блондинки, это какая разница? Мы разные совершенно люди Вот сейчас ты пытаешься мне и всем окружающим доказать Я никому ничего не пытаюсь Я с тобой уже разговариваю, правильно? Никому это ничего не Если ты реагируешь на это Вот реагируешь Это значит, ты сама уже с собой в небольшом противоречии Это значит, что ты пытаешься что-то сделать А с этим не надо ничего делать Это надо отпустить Я сказала, почему? Ты говоришь, потому что вы блондинки Правильно Это единственное, что ли Ну завтра на себе окрашу черный цвет Не волнуйся, мне ничего Удоело уже Выслышай меня, пожалуйста, до конца Куплю краску Оля, ты слушаешь меня? Мы разбиваем Я покрашу зато в черный цвет Договорились Как-то летом Мы приехали сюда За проектом Наблюдают вся страна Мы мечтали Все пять кастингов пройти и остаться Чтоб любовь свою найти 15 клёвых людей На проекте Лон-2 Знави Ксения Сорчак И Ксюша Барадина На 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 на